Всем привет, с вами Кристалл, продолжаем играть в разные игры. И сегодня, ребята, мы с вами вновь вернемся в просто мега офигительную игрушку под названием BioPrototype, где мы с вами будем сражаться за это маленькое, практически безобидное существо. И дело в том, что мы сами оказались не в самой приятной локации, мы оказались в лаборатории, где полным-полно самых разных монстров, которые пытаются нас сожрать. И для того, чтобы это не допустить, нужно будет, конечно же, отрастить себе новые органы, которые сделают нас намного сильнее. Ну и конкретно, вот мы первый замес с вами сделали, и у нас уже есть возможность выбрать себе что-нибудь любопытное. Нас конкретно интересуют нервы, так как нам нужно будет связывать различные предметы вместе, и также конечности. И так как, ребята, прошлая серия вам очень даже понравилась бы, что из вас поддержал лайками, то продолжение выходит максимально быстро. Поэтому не забывайте ставить лайки, больше лайков, больше роликов будет выходить в дальнейшем. Ну и смотрите, у нас появился нерв драконов, работает он по такому принципу, что когда у нас критует орган с левой стороны, получается, то тогда активируется у нас орган с правой стороны. То есть здесь криты равно тому, что будет срабатывать еще удар меча. Криты у меня довольно нечастые пока что, но лучше, чем ничего, плюс дополнительная способность. И в этот раз я играю еще на новом прототипе. Этот прототип называется «Гений». Его особенность в том, что мы сами можем установить 8 мозгов себе. То есть прямо целую тонну, считайте, мозгов мы себе приобретаем, а каждый мозг обладает своими определенными приколами. Например, можно там поставить себе где-то позвоночник, где-то можно поставить себе кишечник, чтобы разливать побольше жидкости к нашему мозгу. И также потихонечку различные другие приколы. В общем-то в дальнейшем увидите, у нас, так как сложность повышенная, теперь гораздо больше самых разных комбинаций можем себе позволить. Так, ну и смотрите-ка, вот животы появились. Но я их обычно не ставлю, потому что у них что-то типа активные способности. И пока что мне такие не нужно, поэтому поставим себе, например, еще атакующие. Усик пчеловода, например, вполне себе неплохая тема. И нерв клоуна. Весьма приятные вещи для начала. Но единственный минус нашего гения в том, что он довольно ограничен по количеству ячеек. То есть всего 4 способности на данный момент я могу поставить. Зато мозги весьма недорогие. За 50, например, ДНКшки я уже могу позволить себе купить второй мозг и установить, например, на него сразу же уже новый позвоночник лисицы. А у нас будет скорость атаки 1,1 в секунду получается. То есть каждую секунду будем стрелять нашими усиками. Потом у нас появляется еще один нерв. И как только будет еще один слот, как раз-таки создаем второй полноценный атакующий мозг. Ну и сейчас у нас еще также будет целых 15 волн. То есть придется прямо посражаться, знаете ли так. Зато будет сразу 2 босса. Сначала будет босс на 10 раунде, а потом будет босс на 15 раунде, который будет намного сильнее. И так что придется попотеть, ребята. Но будет довольно-таки интересно. Я считаю, в любом случае, игрушка мега балдежная. Хотелось бы продолжать проходить ее вместе с вами. Поэтому лайки, надеюсь, что вы поставите. Ну, смотрите, пока что вполне себе неплохо идем. Нам нужно стараться как можно больше ДНК, конечно, собирать. Поэтому в основном, возможно, даже буду влетать в снаряды врага, чтобы побыстрее прикупить себе новые мозги. Так как больше мозгов, больше урона, значит, мы чувствуем себя более безопасно. В случае чего, одну ДНК-шку мне не хватило, но ничего страшного. Если сейчас какой-нибудь мусор выпадет, я вас могу разбить. Кстати, у нас появляются, например, вот такие вот еще конечности, которых не было в прошлой серии. Это ребенок. Конкретно здесь можно призывать сумонов различных. Но мне не совсем нравится, как они работают. Пока что я не придумал нормальные комбинации на этой сложности. Поэтому редко буду их брать. Но, может быть, в качестве демонстрации как-нибудь возьму еще одного. Так, и возьму, например, рогодемона. Они синие, довольно неплохой урон обладает. И еще появилась железа. Железа, это, получается, такие лучики, которые будут соединяться с врагами и тоже наносить урон. Здесь конкретно будет работать, если враги находятся под действием бафов. Но у меня нет ничего, что создавало бы бафы. Поэтому можно такое, наверное, проскипать. Возьмем живот пока что. И ребенок, и железо еще одно. Железа, так. И чисто вещи, которые можно уничтожать. Потому что сейчас они мне не нужны. Мне нужно что-то более интересное. Поэтому я, пожалуй, переработаю одну из желез. И создам себе еще один мозг. Так как мне нужно больше мозгов, чтобы наносить гораздо больше урона. Но единственный минус. То, что пока что позвоночников нет. Поэтому сразу какую-то мега комбинацию сделать не смогу. Но у нас появились рога, которые будут стрелять молниями. И, кстати, особенность гения еще в том, что чем ближе мы к нашему мозгу находимся, тем сильнее у нас будут наши атакующие способности. То есть, если у меня будет, например, позвоночник, который сразу открывает целую кучу ячеек, то выгодно, конечно же, просто сразу же поставить через позвоночник какие-нибудь атакующие способности. Чтобы их прям пачка была. А не то, что вот так вот через нервы соединять. Чем дальше, тем способность, по идее, слабее. Что для нас не есть выгодно. Так, ну погнали. Пока что потихонечку будем файтиться. И как же я прикольно выгляжу. На самом деле похож на... Как будто это не рожки, а скорее ушки какие-то. Я как будто хомячок какой-то в прошлом был. Не знаю. Сварили вот такого хомячка. Но, короче, будем сейчас за него файтиться. И, смотрите, у нас иногда такие лучи, получается, вылетают. Космические сверху с неба такие, да, лазеры. Это у нас как раз такие рожки, которые появились. Это еще одна новая дополнительная и довольно-таки приятная для меня способность. Потому что бьет массово, бьет на довольно-таки большую дистанцию. Вполне себе приятно. Как мне кажется. Поэтому, да, враги у нас пока что спокойно раскладываются. Даже элитник, если появляется, то он тоже довольно неплохо получает свой урон. Единственное, что не проконтролируешь, куда полетит молния. Но если вылетит туда, куда надо, то враг сбривается за считанные секунды просто. Так, тихо, 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 тихо. Сейчас соберем еще немножечко опыта. Ладно, я по врагам пройдусь слегка. Да, 2 хп потерял, но у меня уже последнее время. Поэтому ничего страшного. Так, новая железа. Это, кстати, неплохая железа. Она конкретно подключается к неповрежденным врагам, что для нас удобно. Поэтому, может быть, мы этим воспользуем. Вот и позвоночник подъехал как раз-таки. Так, и дальше у нас есть улиточки. Улитка это что-то типа как нерва или как позвоночника. Только все, что с правой стороны активируется, всегда наносит критические удары. Но тут немножечко еще одна особенность, что когда истечет эффект левого органа. То есть мы создаем с вами какую-то определенную вещь. Она истекает, и после этого все органы справа начинают атаковать и наносят критический урон. Вроде как неплохо, но эффективность всегда у улиток мало. Поэтому они мне не сильно нравятся. Так, и пока что что-нибудь возьмем, что мы просто с вами уничтожим. Потому что животы пока что я ставить не буду. Просто их удаляем. Так, и новый позвоночник вот сюда вот с вами вставим. Пускай он здесь работает. И можно, например, сюда железу морского черта поставить пока что. Потом я на что-нибудь другую ее заменю. Потому что железа мне сейчас не сильно прям нужна. Но, коль другого нет, то можно вот так вот воткнуть. Короче говоря, к неповрежденным врагам будут подключаться у нас определенные лучи. Сейчас вы это дело заметите. Такой штуки у нас раньше не было. Вот такой вот у меня хвост торчит. И, по идее, такие полупрозрачные лучники. Вот они как раз-таки от меня отлетают. И наносят тоже постоянный урон потихоньку, помаленьку. Самое прикольное, что можно сделать так, чтобы лучики срабатывали не из меня, а, например, из поврежденного врага. И создать такую цепную молнию получается. То есть я бью одного от одного в другого, в другого, в другого. И, короче, получается вообще довольно-таки прикольная штука. Но в начале, да, усик морского этого черта работает очень даже неплохо. Я постоянно атакую врагов, как видите. И практически никто ко мне подойти не может, кроме элитных врагов. Ну, они такие вот сами все засранцы, поэтому так вот получается. Но все равно пока что проблем у нас вообще никаких нет. Спокойненько всех растаскиваем. И, кстати говоря, кодовое слово сегодня будет мутация. Пиши мутация, получишь лайк от меня. Так, и... Тихо-тихо-тихо. Не втыкайся в меня, пожалуйста, элитный чувак. Умри и дай мне свою большую ДНК-шку. Мне бы, конечно, скорость бега поднять, хп-шечку увеличить. Но это чутка попозже, наверное, будет у нас. Хотя, может, и сейчас прокачаюсь. Посмотрим, как пойдет. Ух ты! С учетом того, сколько всего я получил за раз, то, может быть, даже и сейчас прокачаю что-нибудь. Так, нервы не интересует. Это у нас на переплавку. Так, усики синие возьмем себе. А вот еще мочевой пузырь. У него тоже особенность в том, что он копит заряды за какие-то определенные действия. И потом все выстреливается. Здесь конкретно два заряда мы получаем, оставаясь на месте. То есть буду стоять на месте, будет потихонечку копиться. А потом всем этим делом мы сами сможем выстрелить. Кстати, ни разу не получалось у меня нормально с этим сработаться. Может быть, можно и попробовать. Может быть, что-то из этого даже и выйдет у меня. Так. Но тем временем нужно добавить в любом случае себе новый мозг. Новый мозг. Два мозга добавим. Пускай так. Так, единственное, позвоночников у меня нет. И самый мощный, кстати говоря, позвоночник, это у нас позвоночник мамонта. Прикол в том, что он стреляет раз в три секунды. Но при этом мощность у него 456%. То есть в четыре раза мы больше урона будем наносить каким-то определенным оружием, которое мы сами сюда установим. Например, вот этот я поставлю. И сразу же оно будет бить у нас прям очень неплохо. Ну-ка, здесь, по-моему, можно сравнить. Да, вот смотрите. Просто так у этого усика урон 5. Но если мы сюда его ставим, урон становится 25. Но стрелять будет довольно долго. Так, и также можно что-нибудь еще воткнуть. У меня есть глазики. Самый мощный глазик это вот этот вот, по сути. Потому что эффективность у него 1200. Но это только против элитных врагов. То есть если у тебя есть какая-то способность, которая позволит врага прямо атаковать элитного, а ты хочешь, чтобы это атаковал элитного, то ставишь конкретно этот глаз и наносишь просто миллиарды урона в секунду. Так, ну у меня пока что нет ни кишечника, ни других приколов, которые я мог бы сюда инкрустировать. Если мы с вами найдем кишечник, тоже покажу новую способность, которой раньше у нас не было. Так, и, 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 и. Что можно себе прокачать? Давайте, наверное, скорость перемещения качну. Скорость, ой, и хпшечку апнем на один раз. Остальное пускай пока лежит. Может потом что-нибудь с этим придумаем. Пока что вот так вот. Блин, как я забавно стал выглядеть, конечно. Так, ну да ладно. У нас сейчас усики должны стрелять. У нас сейчас должны, должен меч бить. У нас эти лазеры стреляют повсюду. Ну, если только элитный враг будет близко подходить, и остальные, по идее, все будут у нас сжигаться вполне себе, без каких-либо вопросов. Единственное, что интересно было бы потестить, я хоть и поиграл, но практически никогда не устанавливал комбинации с животом. Наверняка я его недооцениваю. Просто так смотрел, что атакующие способности вроде лучше, чем какие-то бафы-дебафы от живота. Но, может быть, сегодня что-нибудь соберем. Может быть, даже и детей получится собрать. В что-нибудь более интересное. Но для этого, наверное, отдельный мозг нужно будет посвятить. Либо же нужен, просто, знаете, отдельный прототип. У нас сейчас гений, он больше на маленькие мощные комбинации. А у нас создан для этого, собственно, он существует. Вот. А может быть, нам нужен другой прототип, который потом откроется. Который как раз-таки задуман на то, что у него будет очень много суммонов, очень много детей. И как раз-таки сражаться он будет только через них. Возможно, такие есть. Надо будет посмотреть. Может, в дальнейшем через такого и поиграем. Самое главное, чтобы вам было интересно. И чтобы как можно больше мы с вами проходили. И чтобы я видел по вашим лайкосам, комментариям и так далее. Что хочется еще. Так, рога мы сами получили. Так, железу возьму еще одну. Мочевой пузырь, кстати говоря, более прокачанный. Можно тоже взять. О, позвоночник. То, что мне прям нужно. Позвоночника у меня как раз не было, поэтому я не мог ничего здесь установить. И теперь можно попытаться. Наверное, железу. А, железа она вот так вот. Он вместо позвоночника идет, значит. Но мне особо нечего с ней комбинировать. Как бы единственное. Вот это можно попробовать. Смотрите, мы будем стоять на месте. И после этого у нас будет накапливаться заряд сюда. 211 урона он нанесет. И это будет 4 выстрела сразу, как я понимаю. Если я правильно понимаю. Так, дальше можно установить какой-нибудь глаз. Но мне вроде с ним нечего вместе скомбинировать. Хотя можно попробовать детей, не знаю, поставить как вариант. Давайте против элитных врагов поставим детей, может быть. И посмотрим, выйдет что-то из этого интересное или нет. Так, ну, там особенность в том, что чем дальше мы от мозга, тем слабее фертильность. Поэтому, как бы, может вообще никто не появиться. Но тут вроде как должны будут появиться из муравьиных яиц наши солдатики. Так, что можно будет поглядеть. Что ж это такое любопытное. Так, и здесь, например, сюда глазик поставим. Плюс мне еще нужна какая-нибудь атакующая способность. Но у меня больше ничего нет. И единственное, я могу что-нибудь прикупить. Но лучше взять себе еще один мозг. Ну и давайте попробуем, может повезет. Опа, кишечник. Вот это интересно, кстати говоря. Вот это что-то новенькое. Кстати, еще вот сердце волка есть. Активировать орган с правой стороны при получении урона. То есть защитная такая у нас штука. Нас атакует и сразу какие-то куча всяких разных снарядов из нас вылетит с довольно большой эффективностью. Но мне сейчас кишечник верблюда более интересен. Поэтому я его прикуплю. Так, и давайте-ка куда-нибудь его установим. Например, вот у нас здесь есть слот. И как раз-таки он работает... Ой, не то установил. Он работает как раз по такому принципу, что он может с ядом работать. И сейчас я покажу его главную фишку. В чем он прикольный, в чем он прям такой тащерский. И очень приятно хотя бы в одном мозге это иметь. Стоим на месте. И сейчас должна будет вот такая штука сработать. Опа! И появилось пятно у нас ядовитое прямо под нами. То есть эта способность может работать как дальний бой. То есть мы сами берем, стреляем как бы этим ядом. А можем сделать так, чтобы способность появлялась прямо под нами. И вот так вот это все работает. Такая своеобразная защитная аура. Но я могу ходить, она в разных местах будет еще появляться. Это, конечно, все круто. Да. Но нужно тоже как-то это более-менее грамотно, интересно. Короче, придумать. Здесь очень много разных комбинаций. Поэтому будем потихонечку разбираться. Что можно такого сварганить. Я пока постою на месте. У меня там купятся заряды вроде как. Я должен стрелять молниями. Единственное, я не понимаю. А! Все, я понял. Я сначала не понял, где смотреть. Когда у нас накапливаются заряды у мочевого пузыря. А конкретно в правом верхнем углу видно, что там как раз-таки зарядники появляются. Возможно, за счет этого, кстати, ко мне вообще никто не подошел за этот раунд. И я просто могу спокойно пройтись и забрать целую тонну ДНК, которая здесь просто валяется вокруг нас. Это просто прекрасно. Удобно очень, главное. Прошелся, забрал. Все хорошо. Так. Вот так вот. Сейчас все заберу. И снова стоим на месте. Продолжаем. И мне интересно... Да, молния стреляет. Наносит 300 урона с крита. Да? Очень даже неплохой дэмош, хочу сказать. Ну? Чё я вам могу сказать? Очень удобно. Стоишь на месте, все умирают. Ха-ха-ха. Конечно, боссов пока нет, но вполне себе. Так. Сердце эмбриона. Когда меня атакуют, орган справа... Так, активируйте орган справа через 4 секунды без получения повреждений. То есть, опять же, это такой билд, если бы я стоял на месте и просто не получал бы урон никак. Так. Новые усики синие. Позвоночник мамонта синий. Я тоже себе его возьму. Так. Чё у меня есть? У меня есть возможность накопить на... Либо новую ячейку в мозге, либо взять еще один мозг. Пока что предпочту набрать побольше мозгов. Буду супер умным, конечно же. Так. Сюда поставим. Давайте новый позвоночник мамонта. Будет долго активироваться. Она будет обладать весьма неслабым уроном. Так. И вот это вот можно вместе скомбинировать. Плюс поставить, например, нерв клоуна и соединить с железой морского черта. Вот так вот. То есть, получается, стреляют у нас усики. Потом они, когда усики стреляют, вылетают вот эти вот конкретно... Конкретно вот эта железа вылетает, короче говоря. Разбивается на разные лучики. Здесь мне пока что нечего собрать вместе. Здесь все собрали. Все остальные мозги почти что полные. Но нечего добавить, как вот сюда. Вот такую еще способность. Поэтому надо потихонечку себе их подфармливать еще. Так. Ну, я буду стоять на месте. Коль мне такая роскошь дается, я постою на месте. Потом сходим соберем. Ну, единственное, здесь у нас появились, смотрите, медузки, которые очень быстро пролетают. И, возможно, из-за них я не смогу быстро, как бы... Стоять на месте долго я, возможно, из-за них не смогу. Но сейчас посмотрим. Они еще ни разу не подходили ко мне в ядовитую лужу. Если они счетуа зайдут, они там тоже получат приятненький урон, конечно же. Для меня приятненький урон. Для них, конечно же, не приятненький урон. Так. Минутка у нас осталась. Пока что ждем. Пока что ждем. Увлекательнейший геймплей в этом билде у меня получился. Я просто стою на месте. Все вокруг... Вокруг умирают. Но еще не было ни одного элитного врага. Кстати, на 10-й волне ждем, конечно же, появление босса. Так. А я сейчас пока подожду. Где-нибудь секунд 20 останется. Пойду собирать ДНК, которая здесь у нас осталась. Ну, или, может, чуть меньше. Пусть она пока что кучно складывается. Удобненько. Прям лайтовенько так все. Мне вполне себе удобно. Если я не буду по всей карте бегать, а только там кружочек один наверну, вполне себе. Так. Ну, 25 секунд. Ладно. Пускай будет. Сейчас соберем. А то кто его знает. У меня скорость бега. Бег это не безумная. Поэтому, знаете, может быть, я буду все это очень медленно делать. Так что лучше вот так вот быстренько сначала пройду. Заберу основную массу. А потом уже можно потихонечку дособрать все оставшееся. Так. Что у нас тут еще? Вот тут кучки неплохие ДНК. Надо тоже их забрать. У меня уже скоро будет хватать на расширение ячеек. Но прикол в том, что даже если я расширю ячейки, это не очень для меня хорошо. Потому что мне нужно как минимум два раза расширить ячейки, чтобы прям билд хороший получился. О, кстати, крутой позвоночник. Этот мы возьмем. Ух ты, какая имбовая вещь. Сетчатка соколая. 1477% у нас она обладает эффективностью. Самое классное, что у нее еще три кровяных сосуда. Плюс еще и новый позвоночник гориллы. Тут прям вообще просто напрашивается сделать что-то крутое. Так, давайте сделаем вот так вот. Вот это мы убираем, конечно же. Так, здесь мы с вами сразу ставим меч. И также что-то еще атакующие у меня есть. Сейчас нет, к сожалению. Но можно потихоньку менять некоторые позвоночники, которые были более слабые, на более понтовые. Так, здесь, например, у нас раз в секунду. Здесь, ну, раз. Нет, здесь даже 1.1, а здесь 0.83. Ну, такое, не знаю. Здесь, наверное, так оставлю, как есть. Здесь можно двойной позвоночник поставить на... Конкретно на узел морского черта. Так, ну, опять же, никакую способность особо не могу добавить. Но могу добавить еще вот такую вещь. Например, здесь у нас стреляет по неповрежденным врагам, а здесь к ослабленным врагам. То есть сразу 2 луччика. Может вылить. В 2 раза больше луччиков может вылететь. Так, здесь у нас ничего интересного вроде пока не могу собрать. Единственное, что был бы кишечник покруче. Можно было бы поменять. Ну, да ладно. Так, смотрите, можно еще один мозг добавить. Пускай это будет последний мозг, мы прям максимум мозгов создали. Сюда поставим, например, например, например. Даже не знаю, что лучше поставить. Давайте скоростной какой-нибудь поставим. Позвоночник, например, вот этот вот. И к нему поставим... Железоулитки такое себе, знаете ли, на самом деле. Так, это с чем комбинируется? Так, сейчас. Какой слот я могу сюда поставить? Могу поставить, например, вот это себе с повреждений. А могу ли я туда живот добавить? Нет, живот добавляется. А с чем работает у нас живот? Не помню, я зависимости. К сожалению. Так, может, с мочевым пузырем живот работает? Нет. Ну, а ничего из этого сюда пока не вставляется. Печалька. Ну, поставлю по приколу тогда просто... Железоулитки. Может быть, через яд она как-то будет работать. Но лучше слоты все равно забивать потихонечку. И дальше копим с вами на мозговые ячейки дополнительные, чтобы сделать прям лютейшую какую-нибудь штуку. Кстати, по поводу сумона. Да, вот у меня муравьишка. Вот он есть, вот мелкий. По идее, он бегает, ставит там миньонов. Но что-то я как-то ни разу еще не видел, что работает он вообще или нет. Так, зато смотрите, сколько лучиков стало вылетать. Это прям дофигища. Ой, элитники пошли. Наконец-таки. Но против элитников у меня не готово ничего, если подумать. Потому что я не добавил новые глаза эти. Сетчатку сокола не добавил. Если бы я ее сделал и поставил туда хоть одну способность, мы бы просто миллиард урона могли бы сносить элиткам. И по-любому надо такой билд сделать, потому что можно просто реально тонну урона нанести за счет только одной сетчатки с эффективностью полторы тысячи процентов. Представь себе, что она может сделать нашим противникам. Да просто дезинтегрировать их. Если сделать все грамотно, качественно и, конечно же, приятно для нас. Так, вот, муравьишки у нас не появились опять. Но, я говорю, я через детей пока что играть вообще не умею. Поэтому надо, да, посмотреть. Мне кажется, что у меня просто персонаж неподходящий для такого билда, поэтому мне не получается сделать что-то такое уникальное, невероятное и так далее и тому подобное. Так, сейчас вот здесь пробегусь, заберу тут. Что-то, кстати, органов дополнительных мало как-то падает. Обычно частенько, когда элитники появляются, падает много доп. органов. А что-то тут я вообще ни одного не впалил. К сожалению, юм. Кстати, усик срабатывает, который на дебафы, на бафы. Так как мы ядом наносим дебаф, как я понимаю, то потихонечку усик начинает врага разматывать. И как раз-таки в босса этот усик и влетает, что для меня есть хорошо. Так, четыре предмета не выпало, значит, нормально. Мне сейчас казалось, что вообще ничего не выпало почему-то. Так, новый кишечник, новые нервы, нервы боксера. Не знаю, не уверен. Так, усики. Давайте усик возьму. Так, еще один кишечник. Давайте кишечник. Ооо, легендарочка. Так, ооо, легендарочка. Прям хорошо. Так, знаете, нафиг тогда вот здесь что-то. Вот так вот делаем. У нас будет скоростной позвоночник бешенства. 0,80 в секунду атака у него. Я могу просто создать теперь что-то такое прям, прям мега крутое. Так, и сделаем это, наверное, вот так. Сейчас мне нужно сначала хоть что-то поставить. Так, сначала давайте вот эту поставим. А потом позвоночник. Хотя нет, мне нужно что-то, что прямо стреляет. Вот это вот. Выпускай снаряды при активации. Пускай будет так, многократно. Я думаю, что это будет лучше. Плюс сделаем вот так вот глаз, чтобы там стояла просто максимально имбовая конечность гиганта. Просто представь себе, какой будет урон, потому что здесь будет раз в 0,80 секунд вылетать снаряд, а здесь будет буститься у нас конечность гиганта, которая уносит 500 урона, при этом еще и шанс 30% есть крита. Я думаю, что это должно быть прям очень красиво. Так, и здесь можно заменить на что-нибудь другое, на самом деле. Не уверен, что здесь стоит заменять. Так, вот здесь давайте позвоночник, наверное, место лужицы поставлю. Хотя, так-то вроде неплохо работало, что я стоял на месте, но у меня нет подходящего яда с дополнительными ячейками, поэтому мне кажется, что я просто слот теряю. Лучше что-нибудь вот такое вот пока что воткнуть. И где у меня... А, вот нерв. Так, сюда нерв и сюда рожки, например, поставлю, чтобы больше атаки было. Так, здесь слоты остались. Пока что нечего, к сожалению, воткнуть. Атакующих скиллов нет, но у меня теперь очень много ячеек. А может быть, я сейчас буду копить на расширение ячеек, потом на скорость бега надо будет прибавить себе и всякое такое. Так, ладно, поехали. Десятая волна, сейчас должен будет появиться босс, а я как раз-таки бустанул себе такую приколюху, как удар гиганта, конечностью гиганта, и значит, босс будет получать просто фееричный урон, по моему мнению, по крайней мере. А я думаю, что против боссов я собрался хорошо. Повезло просто. Так, ну что, давайте мне уже первого босса хочу посмотреть. Блин, ядовитые лужи, правда, не появляются. Довольно-таки некомфортно из-за этого. Привык, что у меня появляется ядовитая лужа, а сейчас ее нет, и как-то вообще не то, не так. Так, ну ладно. Сейчас потихонечку соберу бонусы, а то потом босса вынесу, ничего не соберу. Ну, не, я, конечно, могу собрать все, это как бы не вопрос. Ну, вдруг я где-нибудь завафляю или что-то такое, лучше уж хоть как-то ДНК собрать. Единственное, я вообще в этот раз не качаюсь скорость бега, и также не качаюсь в ХП. Возможно, это огромная для меня трабла, проблема. Так, а вот сейчас должна конечность гиганта вылетать, если я правильно понимаю. А где конечность гиганта, почему она не вылетает? Что ты не то собрал, значит? Хм, там вроде пока орган атакует элитного врага, должен вылетать из конечности сокола. Почему-то удар не срабатывает. Что-то неправильно посчитал, что ли? Так, ну ладно, проверим это попозже. После этого файта надо будет переделать, а то так, по идее, должно было все окей работать. Просто стреляем. А, после убийства врага, вот оно что. Вот в чем была ошибка, понял. Да. Тогда это многое объясняет, почему у меня сработало неправильно. Ну там капец, конечно, урон должен был бы вылететь. Но мне нужно, чтобы конкретно элитника атаковала. Это что-то я вам, наверное, напутал тогда. Ну ладно, сейчас посмотрим. Опа, усик грибов у нас оранжевый выпал. Так, ядовитый мешочек виверный. Давайте возьму, потому что у него... Так, потому что у него есть дополнительный кровеносный сосуд, чтобы мы сами могли дальше добавить приколюх. Так, здесь позвоночник, наверное, какой-нибудь возьму. Давайте лучше вот этот, он повеселее выглядит. Позвоночник бешенства еще один хороший. И нерф медузы интересный. Так, может быть и его взять. Так, давайте нерф возьму. Хоть там была легендарочка, но я нерф возьму. Так, а вот теперь уже можно расшириться. У нас есть шесть ячеек. Так, ну-ка, что я неправильно понял. Активировать органы с правой стороны, когда орган с левой стороны способствует убийству босса или элиты. Способствует убийству босса или элиты. Значит, я не так понял, да. Надо было по-другому делать. Ладно, пока что с этим мы по-другому поступим. Я переделаю. Так, здесь у нас есть... Можешь вот этот усик поставить, который будет пипец как лупить. Так, а здесь у нас что тогда воткнем? Давайте, например, молнию воткнем сюда. Так, и у нас есть еще два слота. Так, можно попробовать воткнуть вот эту штуку. Это у нас будет работать. Если вот этот орган атакует кого-то врага, он уже поврежден, и после этого сработает у нас следующий орган, значит. Так, ну, сюда, конечно, с гиганта, например, поставим. Да, пускай будет так. Так, здесь у нас есть ли глаза еще какие-нибудь? Нервы, глаза... Нечего здесь комбинировать. Пока что мне. Можно, конечно, просто позвоночник поставить. Он тоже работать как бы будет. А, ну, есть, конечно, сетчатка сокола. Почему бы ее не воткнуть? Только у меня, по-моему, такой способности-то не осталось. Так, есть, конечно, вот эта штука, которая будет создавать зелье жизни, которая будет нас регенить. Не знаю, по приколу могу пока поставить, но это, видимо... А, недостаточная регенерация. Так далеко она не работает бессмысленно. Так, ну, короче, нужно набивать себе больше ресурсов, чтобы остальное все у нас начало работать. Так, и давайте посмотрим, что по скорости перемещения. Да, у меня есть еще поинты. Мне нужно бегать побыстрее, поэтому, пожалуй, да. Пока что у меня мозги расширенные вполне себе. Мозгов по максимуму. Все хорошо, все хорошо, все качественно. Так. Стоим на месте, полагаю, пока. Коль мне позволяет стоять на месте, то буду стоять на месте. Файтиться. Сейчас будут довольно-таки уже неприятные волны, по сути, для меня. Потому что после десятой волны враги уже довольно-таки сильные. Хоть и сейчас пока что пошли самые стандартные противники. Но потихонечку, конечно, они будут становиться сильнее, все быстрее, все больше их, все жирнее. При этом время-то у нас еще увеличивается на каждый раунд. Ну, как видите, они довольно плотно ко мне подходят, уже близко. Но еще недостаточно, чтобы меня убить. Усики бы мне, конечно, более крутые найти. Легендарные бы усики себе поставить. Они здесь делают хорошую работу. Особенно этот узик, узел черта. Но, к сожалению, пока что легендарных мне не падало. Так, ну, ждем. Ждем пока что, ждем, потихонечку нарезая. Да, понимаю, что интереснее бегать и все такое. Но если я эффективнее, когда стою на месте, то почему бы я не стоять на месте? Это было бы странно этим не пользоваться. Так. И 20 секунд у нас тем временем осталось. Сейчас пойду собирать все. Ну, я хотя бы скорость увеличил, поэтому можно так... Быстренько. Давай еще вот эту кучку. Все, все забрали. Дальше можно снова продолжить стоять на месте. Но я там под последние секунды пробегусь и попытаюсь что-нибудь забрать. Так, давай-ка вот сюда. Так вот забрал, забрал, забрал. Ага. Готово. Все. Волну мы с вами зачистили. Мы с вами красавцы. Получили три предмета. Не особая интересность. Но появился корень. Корень это у нас на карте. Судя по всему, будет появляться какая-то определенная вещь. Мы ее с вами подбираем. И она дает какие-то свои бонусы. Так. О, а это наоборот. Смотрите. Если мы с вами двигаемся, то мы круче становимся. Так. Еще корень, который создает всякие штуки. Корни я пока не буду. Тут мы ягоды подбираем. Ягоды замораживают врагов в определенном радиусе. Так. Железа более прокачана. Это хорошо. Так. Кишечник. Не знаю. Либо усики взять, либо кишечник. Давайте усики пока возьмем. Так. И что можно дальше качнуть? Можно еще скорость перемещения апнуть. Давайте апнем. И дальше хпшечки я возьму. Для меня это пока что наиболее важные приколы. Так. Теперь есть возможность подумать, что нам дальше установить. И конкретно у меня теперь есть новый мочевой пузырь. Так. И куда бы его поставить? Можно наоборот попробовать сделать, чтобы двигаться постоянно. Но я бы лучше сделал один, где я двигаюсь, один, где я не двигаюсь. Вот это было бы весело, да? А меня бы такое прикололо. Так. Вот это нафиг убираем тогда. Я все равно этим не пользуюсь. Здесь можно это тоже убрать, наверное. Сейчас сокола здесь плохо работает. И у меня, в принципе, глазиков, что-то, смотрю, не хватает. Блин. Для каких-то веселух. Так. Яд здесь не поставить. Здесь особо... Ну, ладно. Вот так сделаю. Окей. Будем двигаться. И будем больше атаковать пока что. Хоть что-то, чтобы у нас стояло. А то что-то как-то совсем хреновенько, что эта линия у нас работать не будет. Буду кругами на месте бегать. Новые скиллы покупать не буду. Ну, конкретно, докупать себе способности. А то, мне кажется, что это странно будет. Я лучше вот, например, разберу то, чем я пользоваться не буду. Поэтому давайте-ка вот так вот сделаем. А, стоп. Я забыл кое-что поменять. Так. Где у меня находится усик черта? Вот этот вот мы поменяем. И у нас еще слоты дополнительные появляются. Ну, сюда можно поставить уже вот так вот, например. Например, вот так. Что я еще могу сюда поставить? Что у меня есть? Орехи буду создавать. Вот. Которые будем подбирать. И они поглощают все в радиусе своего. Это корень у нас. Просто будет опыт рядом магнитики. И всасывать все в себя. Так. Остальное все неинтересно. Могу спокойно разбирать. Животы. Вот эти связки. Улитки я ими не пользуюсь практически. Мне они сейчас не особо-то нужны. Позвоночники оставлю. Так. Ребенка этого можно тоже удалить. Это мы оставим. Может быть пригодится. Корень жизни я уничтожу. И у меня 700 поинтов еще есть сверху. Можно на них что-то придумать. Но можно покопить на мозговую емкость, например. Добавить еще ячейку. И станет еще веселее, по идее. Но у меня предметов не хватает. Поэтому больше проблема с предметами. Так. Мне нужно бегать. Чтобы у нас теперь работал наш скилл. Поэтому просто на месте бегаем кругами. Кстати, забавная выгляжусь. То, что я корень создал подо мной. Теперь такая... Как будто бы ножки. Или бородка появилась. Ха-ха-ха. Забавно. Так. Ой, элитник появился. Так. А я быстро бегаю. Поэтому хрен ты мне что-то так просто сделаешь. Так. Враги у нас более плотные. Плюс медузки снова появились неприятные. Так. Ну, это понятно. Так. Я могу вообще влево-вправо. Но я кругами бегаю. Так. Как-то комфортнее что ли. О. Так. Воп. Слушайте. Офигенная вещь оказывается. Я думал, что на более маленький радиус будет работать. А магнитик удобно. Знаете ли. Просто выпал. Взял. Собрал все. Там звук появляется. Когда магнитик срабатывает. Такой чпуньк. Я не знаю. Слышно. Вам нет его особо. Но там как будто монетка упала на пол. А и вот. Поэтому звуку можно сориентироваться. А. Еще и подсказка иногда появляется. Слушайте. А радиус то вообще огромный получается. Впитывание ништяков. Прикольный корень. Его как раз таки на один из мозгов. Можно повесить. Чтобы получать. Просто ништячки. Ништячков побольше. Больше ДНК собирать. Которую я. Опять же. Могу где-то оставить. И так далее. И так далее. И так далее. И так далее. Где-нибудь под врагами останется. Чтобы не рисковать. Просто через монетку. Можно их спокойно себе забрать. Засосать. И вообще получать полный профит. Со всего этого дела. Главное до монетки дотянуться. Так. Ну слушайте. Прекрасно. Прекрасно. У нас сейчас будет хватать на расширение. Еще одно. Сейчас будет больше мозгов у нас. Ячеек точнее. Либо еще какой-нибудь прикол. Не знаю. Смотря что. Что я поставлю по итогу. Я еще не знаю. Но сейчас будем разбираться. Так. Ух ты. Легендарные вещи появились. Это прекрасно. Новый кишечник. Легендарный. Окей. Так. Сетчатка стервятника. Это мне надо. Так. Нерв медузы. Интересно конечно. Жалко только вот он слабенький. Так. И еще одну сетчатку возьму. У меня сетчаток не хватает. Чтобы делать приколюхи. Так. Ну-ка нерв медузы у меня. Работает пока слабленного врага атакует. Понял. Ну. Здесь мне особо на самом деле даже этого не стоит делать. Так. А давайте сюда на первый мозг поставим прям ядовитую жуть. Вот такую вот. Так. Соместим ее может быть с глазом. Можно ли еще одну ядовитую жуть поставить? Нет. Нельзя. Так. Было бы прикольно. Что я могу следующим поставить? Я могу поставить вот это. Ну. А. Можно еще один кишечник поставить? Слушайте. А давайте сделаем вот такую штуку. Никогда так не пробовал сделать на самом деле. Мне кажется это будет прикольно. Так. У меня больше кишечников нет. Да. К сожалению. Эх. Так бы еще и еще было бы. То есть здесь у нас разливается и здесь разливается яд. Прикол десна. Так. А. У меня есть кстати говоря яд получше. Вот он. Я чуть не обратил внимания. Так. Ну здесь больше ничего не вставим. Так. Вот здесь у нас пока что все забито. Либо же. Да. Да. По-моему все забито. Это я у меня атакующий способ. Хотя нет. Вот рожки есть. Рожки могу поставить. И например глазик вот этот. И под конец еще рожки добавить. Вот так вот. Так. Все шесть слотов забили. Здесь у меня есть тоже слот. Что можно сюда нам воткнуть? Можно глаз. Но это все займет. Поэтому смысла в этом мало. Пока этот. Этот мозг мы не трогаем. Здесь я могу поставить меч только. Больше у меня атакующих скиллов так как таковых нет. Да. Да. Ну можно вот усик поставить. Чтобы хоть. Хоть просто. Чтобы не впустую. Забивали хоть как-то пространство. И с этим как-то работали. О. Сюда можно яд добавить. Ну вот у нас еще будет выстрел ядом. Так. А здесь что осталось? Здесь в ульту ничего добавить не могу. Здесь уже полное все. Ну и так нормально. Так. А. Хотя стоп. Я же могу мозговую активность то апнуть. И у нас будет еще одна ячейка. Ага. Так. Но ставить пока что нечего. Такой типа. А. Прикольно. Новая ячейка. Да. Никуда ты ее не поставишь. Ну молодец. Так. Ну ладно. Погнали. Вот такой вот прикольный. О. Зеленый. А. Мы совместили кишечник. И у нас теперь зеленые такие черепки. Прикольно. Прикольно. Интересно. Теперь из меня такой яд выливается. Еще плюс зеленые черепки начали вращаться. Круто. Я прям балдею. Мне прям нравится. Так. И где мои монетки? Еще они не падают. Мне нужно запылесосить все это добро. Где мои монетки? Где мои монетки? И я надеюсь я ничего не сломал. Походу я что-то поломал. Хотя. Может у меня монетки ввалились только когда я элитных врагов атаковал? Или я слепой просто? Не. Монеток явно нет. Видимо. Что-то. Что-то я не то сделал. Теперь у меня не появляются монетки от корня моего. Либо они реально только от элиты появлялись. Либо я как-то перегрузил монетку. Теперь она не хочет появляться. Может быть у нее фертильность уменьшилась как-нибудь. Что-нибудь типа того. Так. Ну да ладно. Мы и так неплохо справляемся. У меня стало еще больше атаки. С последним боссом только могут быть у меня некие проблемы. Так как враг будет у нас довольно плотный. Поэтому нужно будет скорость бега бустануть. Насколько вообще это возможно. Чтоб я от него убежал. И чтоб меня никто другу не тронул. Но как видите ДНК я получаю прям дофигища. То прокачать скорость бега не такая же для меня проблема. Да. Я понимаю что я урон получаю. Но это просто я не особо стараюсь прямо люто уворачиваться от противников. Как-то действую немножечко безраздумно что ли. Или что-то типа того. Вот такие дела. Так. Волна 13 закончена. Так. Что я там накосячил? О. Ядовитый маршетчик аллигатора. Еще более крутой. Я возьму пожалуй. Корень максимально крутой. Конечно с проносцев максимально крутая. Так. Здесь я по-любому скорость бега увеличу. Сейчас вот так вот. Так. Что у меня там? Почему у меня магнит перестал работать? Вопрос у меня есть такой. Так. Где у меня он находится? В какой ячейке? Я забыл в каком мозге у нас находился. Находилась монетка. Вот здесь она. Что-то не работаешь. Что-то генерация, продолжительность. А. Ну да. Она после элитки работала. Поэтому вот так вот собственно и было. Поэтому понятно почему она не работает. Я лучше вот так вот сделаю. И будет все нормально у нас. Так. И вот сюда. А. То есть с этим ты не хочешь работать? А с каким интересно ты хочешь работать? Так. Ну допустим. Если я просто. А. Не. Ну элитный глаз я не хочу ставить. Если просто позвоночник поставить. Ты будешь работать? Нет. У тебя какие-то условия особенные. Позвоночник, легкий, кишечник. Ага. Кишечник нужен. Ну можно в кишечник запульнуть. Так. Где у меня там кишечник с седовитыми железами? Так. Какой ты блин был? Я опять путаюсь. У меня так много всего стало в мозгах. Что я теряюсь. Так. Не здесь. Не здесь. Не здесь. Не здесь. Не здесь. Первый что ли? А. У меня самый первый. Почему я думал что позже? Так. А здесь у меня кишечника нет. Да. Просто вот это вот убрать и поставить вот это. Не? Или в следующем сразу после нее должно быть? Так. Ладно. Запутался уже. А. Слушайте. А. Если вот так вот сделать. Давайте это будет. Ну-ка. Это как работает? Иссушая цель на некоторое время при активации пораженной цели умирает мгновенно, когда и хп падает ниже определенного порога. А давайте потестим вот эту штуку любопытно. Теперь у нас лужа будет разливаться. И по идее если враг с низким хп туда заходит, он будет умирать. Звучит прикольно вроде как, да? Так. Ладно. Корень тогда зацепим вот сюда. А. Не хватает регенерации. Понял. Здесь так это не работает. Ну, можно конечность пароносцев поставить более прокаченную. Пусть работает. Так. И сюда. А, нет. Стоп. Ну да. Ну да. Все правильно. Все окей делаем. Так. Здесь у меня нечего добавить по слотам. Все занято. Здесь, может быть, встанет. Нет. Сюда орешек не встает. Сюда тоже нечего поставить. Здесь у нас еще есть нечего поставить. Так, здесь тоже нечего поставить Здесь у меня... А, вот сюда как раз таки воткнул И все еще недостаточно регенерации, блин Эээ, я не хочу убирать черту черта Поэтому пусть остается пока что Ладно, буду сам собирать Буду без этих удобств, но зато будет все прикольно Так, скорость бега мы не меняем Все остальное остается Четырестая волна, еще есть возможность подфармить Ну-ка, мне вот интересно, если враги будут в мою кислоту заходить Как это вообще должно выглядеть? То есть они должны там вообще расплавляться Когда у них будет мало-мало хп Наверное, это больше против босса штука, знаете Просто обычных врагов ты и так вот не дамажишь Просто капец как Мне кажется, что это больше против именно босса 12% хп у него остается, он встает в яд, умирает Ой, блин А, да, вот она сработала, это жижа Если в нее заходят, значит там будет всем очень больно и неприятно Ага, да, вот враг умирает Появляется на нем область такая Против элитки больше вышла Хотя надо было, наверное, по-другому просто скомбинировать Возможно, и работала бы она еще поприкольнее Но не суть важно Так, заходит туда, умирает Прекрасно, есть хорошо Для нас все в таком формате Так Ну, пока что мой любимый вспомогательный предмет Это корень для подбора дропа Не нужно увеличивать радиус подбора себе Как-то через ДНК и так далее Просто, получается, берешь корень И все вокруг начинает всасываться Это 10 из 10, по моему мнению Кстати, вот теперь я смог продемонстрировать, как работает хотя бы один живот Мы с ним все никак не смогли нормально синергировать А в этот раз хотя бы вот, да Вот он берет, выстреливается, дает ауру в нее Кто-нибудь входит, там начинают потихоньку враги охреневать Иссушаться, потерять, терять хп И если будет его достаточно мало, умирает в один В один просто момент Просто в один присест, так хопа и исчезает Там на их месте такая вспышка появляется, я заметил Такая рука забирает, типа их И в этот момент они сразу же просто умирают Так, ну все, закончилась у нас волна Тысячу ДНК практически собрал Можно скорость бега вообще на максимум бустануть И куча предметов я получил еще сверху Так, не знаю, можно Конечность гиганта у меня их давно не было Это меня не интересует особо Тут, в принципе, безрадится Давайте улитку возьму, не знаю Так, пузырь мумии Один заряд при победе над врагом Интересненький заряд Тоже можно, в принципе, взять Опа, еще одна крутая конечность гиганта Так У меня есть еще один сокол, например Было бы любопытно, если бы был Так, здесь нечего Тогда здесь нечего пока ставить Ну пусть остается здесь Ничего трогать не буду Менять ничего, собственно, не буду Здесь вот как раз-таки можно поставить гиганта, например, конечность О, у меня еще и легендарные усики есть, оказывается Что-то я их даже не заметил Вот так вот можно сделать Смотрите-ка Модифицируемся Делаемся сильнее Удар, 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 удар Получается такое прямо Так, а что у меня еще есть? Один слот Но его некуда воткнуть, по-моему Да, да, здесь особо нечего поставить Можно улитку, но это прикол в этом Прикола в этом вообще никакого Так, можно предметы, которые у меня до этого были сюда добавить Так, а это что? Железа миксины К боссам элитам О, кстати, хорошо Вот, это интересненько Притом высококачественный предмет Так, есть еще вот такой усик Но я с ним как бы ничего делать не буду Так, здесь у нас есть еще слоты Поэтому делаем вот так вот Добавляем сюда улиточку, например Добавляем сюда еще вот этот вот усик И здесь можно добавить еще вот эти вот рога Все, полностью мозг забили Здесь уже добавлять нечего Здесь у нас все Нас не хватает для расширения в эту сторону Поэтому что есть, то есть Здесь можно по приколу меч поставить Пусть элитников крошит А вот здесь вот железу можно добавить Я что-то этот момент пропустил Давайте еще яду добавим Легендарного Вот так вот Такой вот набор Так, мутируем дальше Скорость перемещения Максимум И то, что у нас осталось Можно разобрать Сколько у меня там 330 поинтов Волна последняя Все, можно просто брать и крошить Все, что у нас осталось Как бы Смысла-то все равно нет Это все экономить Потому что босс файт Сейчас последняя волна Просто все ломаем И идем Прокачиваться Так, хп, хп И, не знаю Основные повреждения Там, что еще осталось Все по чуть-чуть вкину куда-нибудь Чтобы прям ноль остался Поехали Все, финальный файт Интересно, сколько я круче стал Я прям там дофигища всего навтыкал В этот раз Это прям должно быть что-то интересное А вот у нас босс появился Конечность гиганта постоянно бьет Я вытаскаю этого босса В зоне живота Или, если так можно сказать В его способности Иссушения И я смотрю, что босс Крошится очень даже бодренько Он даже до меня особо не доходит Сейчас в один момент он исчезнет Просто от того, что у него будет Мало хп, да? Да! Просто у него 12% хп осталось И исчез все Прекрасное исследование завершено Прекрасненько Прекрасненько Вот так вот у нас все и было Трудности один Время 41 минуту проходили С вами уровень прототипа 28 И новый орган Орган крылья у нас открылся У нас только орган крылья открылся Окей Но самое забавное Что у нас есть еще один сумон А это у нас камень прототип Он, смотрите, какой особенный У него скорость 450 Самого первого, например, скорость 500 Здесь 450 200% увеличения базы урона органов Может иметь только один мозг Но максимальная емкость мозга До 14 увеличена Это прям любопытный персонаж Я на таком хочу сыграть Поэтому следующую серию, конечно же, ему посвятим И плюс у нас уже есть новая сложность Второго уровня Значит будет еще больше самых разных органов Еще больше приколюх Здесь, смотрите, здесь 15 волн Здесь тоже 15 волн Но здесь более мощные существа против нас будут появляться Так что придется попотеть Поэтому, ребята, если вам все понравилось Захочется продолжения Лайками поддержите Обязательно продолжим Поиграем еще Если вам эта игра понравилась Я как минимум видел, что прошлая серия вам понравилась Поэтому сделал эту серию длинной А 42 минуты как минимум идет Надеюсь, это хорошо для вас Вот И подпишитесь также на телегу Там на инстаг... Ой, какой инстаграм, господи На телегу На дискорд подпишитесь Буду вам рад, со всеми пообщаюсь В телеге у меня новости стримов выходит Всяческие фоточки выкладываю И всяческие новости там из жизни Бывает и того подобное В дискорде постоянно общаюсь с подписчиками Поэтому, если хочешь со мной поболтать То также заходи в дискорд Буду рад И у меня еще есть бусти Там выходят записи стримов Там выходят эксклюзивные ролики Для бусти специальные Там можно получить отдельную роль Для нашего дискорда Чтобы совсем закрытый там Элитный чат попасть И со мной лично поболтать в голосе Если тебе этого хочется Вот такие бонусы там тоже есть Поэтому подписывайся Ну и на канал, конечно, не забудьте подписаться Чтобы мне пропускать новые уведомления На колокольчик нажимай С тобой был Кристалл Не скучай, не болей Скоро увидимся Удачи и пока